Вечер на самом деле добрый. Ждали сложную игру. Получилось так, что хорошо сыграли стартовые минуты и первого тайма, и второго. А потом, мне кажется, слишком много потерь, много баловались футболисты на поле, не доводили до конца. На атаки моментов не так много было, как хотелось бы. В первом тайме разбирались сначала минут 10, во что играет факел, потому что сразу мы увидели, что 5-6 защитников. Понимали сначала какую схему, потом увидели, что они играют 5-4-1 или 5-2-3, как угодно называть можно. И какое-то время тренерскому штабу понадобилось дать инструкции, чтобы перестроить игру. Ребята знают, как мы играем против таких команд. Для этого нужно использовать полуфланги и дальние удары, так как линии обороны насыщены. Хорошо, что ребята справились, потому что этого не хватало. В стартовых турах, в том же матче с торпедой, допустим, когда мы вышли, не могли долго реализовать. В первом тайме вообще не могли перестроиться. После перерыва ребята вышли, перестроились, играли в хороший футбол. Здесь уже с опытом команда, как приобретает этот опыт, и уже там, видя, как играет соперник, может подстраиваться. Это не может не радовать. Я очень доволен. Ребята провели очень хорошую игру. Пожалуйста, вопрос. В первом тайме еще одинаково меняли. Это была как мера предосторожности, чтобы он на удалении не играл? Или с чем-то другим связан с заменой? Ну, вы видели, он бил поворотом, попали ему в лицо. Я просто сам нападающий. Да, я знаю, что такое играть с разбитым носом. Скорее всего, даже со сломанным, потому что там немножко сместилась перегородка. И хорошее желание продолжить игру у Формана. И не забывайте, что нам через три дня играть в кубковую игру с Рубином. А для Вовы это такой родной клуб. Поэтому решили приберечь немножко. Вместо него Канатэ вышел, но не так много практики имеется. Больше часа провел на поле. Как его действовать? Я не выделяюсь игроку своей команды. С Канатэ мы разберемся по приездам. У нас есть еще молодежная команда. У нас есть тренер по физподготовке, который, я думаю, очень хорошо меняет состояние футболиста. Поэтому те, кто не дорабатывает на поле, у нас дорабатывают за его пределом. До этого в трех из четырех матчей вы не могли забить больше одного мяча, но все равно побеждали. Вот сегодня забили три, но можно сказать, что как-то прорвало команду в определенной степени? Да, могу сказать, потому что мы работаем в последнее время как раз еще раз над ударами в створ и над дальними ударами. Хорошо, что сбивается именно с этого компонента. Футболисты очень такие, как дети. Если видят то, что ты им говоришь, и это реализуется, то они в тебя верят, в себя верят, в этот процесс тренировочный верят. И с удвоенной энергией работают. И мы последнюю неделю работаем над точностью и попросили как раз дальние удары, особенно после торпеды. Мы там проанализировали, у нас 4-5 моментов было, когда можно было наносить удары, мы хотим переиграть момент. Хорошее стремление, когда команда начинает переигрывать, то есть они чувствуют уже друг друга, начинают сыгрываться. Но самое главное же гол забить. Поэтому меня сегодня очень порадовало, что и Полярус попал два раза, и Тихий там подобрался, пробил. И Валера Почевалин был на ударной позиции, там заблокировали его удар. То есть ребята потихонечку-потихонечку впитывают то, что мы хотим. Что с Почевалином, кстати, там побеждения? Очень сильное столкновение. У Миши Петрусёва много желания было сегодня, было видно, сыграл очень хорошо, мне понравилось. Но правда его почерк остался, как в первом тайме, 5 раз, я его даже замечательно сделал. 5 падений было, из них судья свистнул 2. Если Мишка будет на ногах ставить, очень хороший игрок. Вы знаете, что это его желание было сюда перейти, потому что я, в принципе, настраивал на то, чтобы он боролся в конкуренцию здесь, в игру у нас. Он сказал, что очень хочет играть, и видно, что старается. Наверняка знаете, уже когда закончился матч Балтики и Ротера, уже плюс 8 у вашей команды. Такое преимущество не расслабляет ли команду? Все-таки 8 очков после 14 туров, это достаточно уверенно. Вы меня порадовали, Ротер получается проиграл. Мне, честно говоря, все равно, как играют соперники. Я уже сказал это еще после матча в Волгограде, что есть качество игры с тем качеством, которое мы демонстрируем. Я не сомневаюсь, что мы будем наверху. Поэтому, ну, проиграл Ротер, хорошо, что это меняет что-то в нашей работе, никаким образом. Мы как планировали, у нас есть план до Нового года, мы работаем по нему. Но, может быть, там несколько, у нас есть дни коррекции, когда можно дать выходной, а можно дать дополнительную работу. Может быть, в связи с хорошими результатами команды, иногда даем на один день больше выходного. Вы меня извините, у нас просто дискуссия получается, у меня поезд ждет. Давайте я по вопросику и поехали. Значит, вопрос, мы видим, да, что команды, которые приезжают в ФНЛ, ну, видно, команда на выход по игру, по стилю. Вот сегодня Химки – это команда на выход. Этот состав уже формируется под РПЛ или это команда, которая должна решить задачу? Честно, не заглядываю. У нас мы собирали эту команду для того, чтобы бороться за первое-четвертое место. То есть, пока мы не заглядываем так далеко, мы пошагово решаем каждодневную задачу. Но я смотрю некоторые матчи. Сейчас матчи на Кубу, мне кажется, будут очень информативны. Мы вот ждем поединка с Рубиным. Я надеюсь, что это как раз будет. Мы пока так далеко не заглядываем. У нас мы точно знаем, что вот нам нужно сейчас Балтику ждать, которая, как вы говорите, выиграла. Вот это мы знаем точно. Остальное посмотрим. Спасибо. Спасибо. Андрей Викторович, вы знаете Центральный стадион Тубсереза уже давно. Я как футболист еще в 96-м году выходил в Тюмень, с Тюменью в высшую лигу. И как тренер мне бы хотелось, чтобы услышать оценку вашего состояния газона футбольного. Газон неплохой. Газон неплохой. Единственное, его засыпали песком с реки и очень много ракушек. Я просто помню в Италии, у меня ракушка тоже такая же вошла. Три недели я мучился, разрезал полтора сантиметра мышцы. Но это недопустимо. Надо хотя бы просеивать. Я знаю ситуацию, что сейчас в Воронеже творится. Очень хочу, чтобы команда сохранилась. Потому что я здесь приезжал с Волгой. Моя команда выходила в вашей второй лиге. Было 12 тысяч болельщиков. 12. И сейчас. Но это вакханальная какая-то. Команда должна играть, отношение должно быть другое. Но и Воронеж, центр футбола в России всегда был, есть. И давайте сделайте как-нибудь, чтобы он остался этим. Потому что, ну, я не знаю, где тогда еще должен быть футбол, если не здесь. Здесь все для этого есть. Даже температура. Мы из Москвы выезжали там 12-13, к вам приехали, у вас 18, тепла на 5-6 градусов. Поле хорошее, люди. Но люди любят футбол здесь. Осталось только нормализовать, как стадион профсоюзов. Его дают в аренду. Я знаком с историей. База вообще не принадлежит команде. Чего-нибудь должны руководители сделать, чтобы все было хорошо. Потому что, ну, Воронеж всегда был центр футбола в России. И так и должно быть. Удачи вам. Всего хорошего.